Добрый вечер уважаемые слушатели! Я рад представить вам лекцию на тему, о которой болеет моя душа, которой я живу последние, наверное, пару лет. Это тема игры, игрофикации. Меня это интересует, в том числе с профессиональной точки зрения. Мне нравится разрабатывать игры, я их разрабатываю. И такой мировоззренческий вам посыл, что игра способна проникнуть во все сферы человеческой деятельности, в том числе в литературу. Я думаю, каждый из вас без труда может вспомнить пример какой-то литературной игры. Может быть, вы знакомы с методами некоторых писателей, как они создают свои произведения. Может быть, вы сами пробовали участвовать в каких-то литературных играх. Что хочется отметить? Даже если такого опыта именно литературных игр нет, я думаю, у каждого из нас хотя бы в детстве, хотя бы ненадолго была возможность поиграть. Чем были наполнены эти моменты? Конечно, если брать детство, то это могли быть и разбитые коленки, и слезы, горечь поражения. Но это могла быть и радость победы, радость новых достижений. Игра вызывала очень сильные эмоции. И если сейчас в них погрузиться, то там будет многое. Там будет целый спектр человеческих эмоций. Почему же игра применима ко многим сферам деятельности, в том числе к литературе? Открытие, которое я сделал, наблюдая за людьми разного возраста, начиная от маленьких детей дошкольного возраста и заканчивая руководителями предпенсионного возраста. Наблюдение очень простое. Все люди любят играть. Во что же они играют? Психологи ответят на этот вопрос одним образом, социологи другим, литературы и веды третьим. Каждая специальность, каждая профессия видит в игре какой-то свой оттенок. И поэтому, наверное, было бы логично сейчас дать определение игре. Что такое игра? Но я вам его не дам. Я попрошу кого-то из вас сказать нам всем, что такое игра. Пожалуйста. Кто готов сформулировать определение игры? Не скажу. Не скажу. Хорошо. Вы не скажете. Партизан. Пожалуйста. Кто? Пожалуйста. Игра – это деятельность, которая является получением удовольствия от самого процесса деятельности. А что бы еще могло под это определение подпасть помимо игр? Действие человечества придержит правила, придуманная деятельность. Добавляется сюда правило. Удовольствие, правило. Что еще отличает игру от других видов деятельности? Возможность победить. Возможность победить. Еще больше. Игра в боку и невозможность победить. Роли. Роли. Совершенно верно. Я не буду давать вам научное определение игры. У нас есть прекрасная книга Homo Ludens. Человек играющий. Каждый, кто желает, может взять в библиотеке эту книгу и ознакомиться с ней. Я буду рассказывать вам про практический подход. И чтобы понять, как это действует, я сначала расскажу небольшую историю. О том, как в Швейцарии в 1818 году собрались четверо людей. В это время было извержение вулкана, что вызвало некоторые климатические изменения. Шли дожди. Было грустно. И четверо людей задались целью как-то себя развлечь. И придумали литературную игру, состязание. По итогам этой игры родилось два произведения. Одно произведение про Франкенштейна, а другое произведение про вампира, которое во многом послужило основой для Дракулы Брэма Стокера. Молодые люди Лорд Байрон, Мэри Шелли, Перси Биши Шелли, Джон Полидори играли этим вечером. И вот итогом стало написание двух рассказов. Поэтому игра, как минимум, в литературе полезна. В чем польза? Получение конкретного результата. И моя цель сегодня рассказать вам о том, на основе каких принципов строится игра в литературе. Итак, определение игры мы дали. Осталось сказать, что еще отличает игру от других видов деятельности. всегда есть фигура игрока. Причем игрок может выступать как от себя самого, от своего я, так и принимать некое обличие или роль, которую сказали. Определенный аватар. Помимо этого, у игрока может быть некая стратегия. Я подозреваю, что двое из не написавших произведения в тот вечер в Швейцарии придерживались одной стратегии, а двое других придерживались другой стратегии. Я хочу вам рассказать про те виды игр, которые можно использовать, если вы вдруг захотите заняться литературным творчеством. Наверное, неспроста, вот как красная книга, которая называется «Как написать гениальный детектив». Вполне возможно, там есть очень четкая инструкция, следовать которой для одних это удовольствие, для других мучения. Вот такие книги, они часто пользуются популярностью. Как написать книгу за 10 дней? Как написать выдающийся бестселлер. Названия можете додумать из этого ряда сами любые. Я вам дам 6 видов игр, которые вы можете использовать либо в одиночестве, либо со своими друзьями и наслаждаться, мы же сказали, что игра это наслаждение, наслаждаться литературным творчеством. Итак, первый вид игры это вот как раз в которую состязались Мэри Шелли со своими друзьями, со своим мужем в тот вечер. Это игра называется, вид игры называется гонки. Каждый из вас, наверное, без труда может придумать какое-то состязание. Кто быстрее напишет рассказ, кто, кому удастся длиннее написать рассказ на одну и ту же букву, чтобы все слова начинались с одной и той же буквы в этом рассказе. Какие еще, подскажите мне, какие состязания могут быть среди людей, увлекшихся этим процессом? То есть задается некий формат. Спасибо. То есть примеров состязания можно привести достаточно много. Следующий вид игры это так называемое поле чудес. Во многом это пересекается с тем, что сказал Егор. Но каким образом это происходит? Те, кто хоть когда-то, хоть один раз видел это телешоу поле чудес, знают, что по крайней мере по задумке, а не по реализации основная фишка в том, какой сектор выпадает на барабане. В эту игру привносится элемент случайности. Как это можно сделать? Как это выглядит технически на самом деле? Например, у вас есть шляпа, у вас есть листочки бумаги, у вас есть пишущие принадлежности, и вы на этих листочках бумаги пишете какие-то совершенно случайные слова. Потом вы их перемешиваете и из этого задачи могут быть разные. Кто-то составит смешной рассказ, кто-то детективную историю. И задача, чтобы все эти несколько листочков бумаги, которые вам достанутся, были связаны воедино одним смыслом, чтобы они были использованы в вашем произведении. таким образом, на мой взгляд, почему этот вид игры полезен? Ну, если в предыдущем, когда идет состязание между людьми, это само по себе азартно, само по себе вызывает в человеке эмоции и жажду победить, быть лучше, чем другие, то в этой игре стимулируется вдохновение. Мы не знаем, что нам попадется на той бумажечке, которую мы вынимаем из шляпы. И в этом есть свое удовольствие, отдельное от удовольствия, которое получает человек в процессе написания произведения. Следующий вид игры для людей, которые, наоборот, не любят случайности. Есть люди, которые очень любят, чтобы все было заранее запланировано, чтобы все шло четко по процессу. Для них можно сделать процессную игру. Например, обычно литературный процесс или процесс создания произведения состоит из нескольких этапов. Это этап зарождения темы, это этап сбора материала, это этап творческого соединения собранного материала, его осмысления, это этап написания чернового текста. Это этап редактуры уже готового текста, чтобы он шел в печать. Так как это достаточно трудоемкий процесс, у человека в некоторых ситуациях, на некоторых этапах может снизиться мотивация к написанию этого текста. И тогда вот знатоки компьютерных игр, кто увлекается или увлекался, знают, что во многом человека стимулирует то вознаграждение, которое он получает в результате. Геймеры называют это ачивки, то есть достижения. Каждый может сам себе придумать такое достижение, такое вознаграждение. Например, лучший сборщик материала, самый креативный сочиняльщик или еще что-то такое. Это может показаться детским чем-то, но еще недавно была развита такая форма интернет-общения, как интернет-форумы. И на многих интернет-форумах использовались вот такие награды, медальки, уровни в достижениях каких-то, в признании. Это людей стимулирует проявлять активность и повышает их мотивацию. Следующий вид игры – игра, которая называется «Собери пазл». Чем-то похожа на поле чудес, но изначально создается единая структура, как в пазле, единая картинка. И эта картинка потом разрезается на несколько частей. то же самое. Создается некий продукт литературного творчества, очень несовершенный, очень черновой, но единый по своему содержанию, по своей стилистике. Он в некоторых случаях условно, в некоторых в прямом смысле слова разрезается на части. То есть, если это напечатано на листе бумаги, можно этот лист бумаги разрезать удобным способом. И тогда каждому из игроков достается какая-то часть этого пазла. Это может быть командная игра, это может быть индивидуальная игра. Задача соединить части таким образом, чтобы это стало гораздо более совершенным литературным произведением, чем было до разрезания на части. игрок имея уже готовую основу, додумывает, что же можно добавить такого интересного, подходящего по стилистике, чтобы это еще улучшило произведение, сделало его более сильным литературным шедевром. таким образом, если эту игру проводить в команде, где несколько человек, то можно развить чувство стиля друг у друга. Можно ее разнообразить тем, что каждому участнику достаются отрывки со своими стилистическими особенностями. Если же в эту игру играть одному, то развивается включенность, развивается внимательность и развивается очень сильное воображение. Одному это делать сложнее, поскольку приходится додумывать за других игроков их мысли. Следующий вид игры называется «Перейди на новый уровень». В чем же заключаются эти уровни? здесь можно включить количественные показатели, можно включить качественные показатели. Это зависит от игрока. Если игрок предпочитает количественные показатели и у него хорошо получаются например рассказы, то он может дать себе задачу написать повесть или роман, который гораздо больше по объему. можно действовать в другую сторону. У некоторых писателей замечательно получаются объемные произведения, а вот тогда они ставят себе задачу стать мастерами короткого жанра. Для них это свои сложности. Здесь дается своего рода вызов, но вызов может содержаться и в качественных показателях. Например, освоить новую стилистику, освоить новый жанр, новые литературные приемы. Это и называется «Перейди на новый уровень». И что касается еще одной очень интересной, но, наверное, самой сложной из всех видов игр, эта игра называется «Найди баланс». Дело в том, что когда писатель или поэт занимаются своим творчеством, они как строители оставляют для своего поэтического или прозаического здания строительные леса. Но если, например, во время реставрации фасадов эти леса легко заметны и, соответственно, их можно легко убрать, то в литературном произведении это не всегда бросается так сразу в глаза, потому что взгляд автора замыливается. Он не замечает те самые строительные леса, которые сам понаставил, когда создавал черновые варианты. И эта игра тоже на внимательность, на том, чтобы еще раз внимательно ознакомиться с задумкой, со структурой, со стилистикой, с различными речевыми оборотами, содержащимися в своем произведении, посмотреть на них свежим взглядом и попробовать сбалансировать те недостающие элементы или, наоборот, убрать излишние. Вот на этом достаточно сложном виде игры я заканчиваю перечисление видов игр, которые могут пригодиться писателям и готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.